На территории городского округа Матищи газифицированы десятки тысяч квартир и сотни домов. Приготовление пищи в многоквартирных домах, отопление загородных коттеджей – наиболее распространенные виды использования бытового газа. Вместе с тем, газовое оборудование считается одним из наиболее опасных с точки зрения его эксплуатации. Именно поэтому вопрос установки датчиков утечки газа получает резонансное звучание. И хоть пока законодательство не обязывает потребителя к установке этого устройства, интерес к нему только нарастает. Безопасность. Для нас самое главное – это безопасность. Соседям, конечно, рекомендую. Обязательно нужно ставить. Тем более сейчас показывают, что очень много несчастных случаев именно с газом, со взрывами люди гибнут. Я считаю, что он должен быть. Конечно, полагаться только на свое обоняние и ждать, когда появится характерный запах бытового газа – не очень надежный способ. Ведь у вас может и не быть в квартире в этот момент, а специальный прибор утечку определит. Обязательно. После крана установлен САКС МК, отсекающий клапан при утечке газа. Он автоматически отключает подачу газа на прибор. Срабатывает пульт сигнализации и перекрывает его. Такой клапан-насекатель или же прибор загазованности не проходим в каждой квартире для безопасного использования газа в быту. По сути, это стопроцентная гарантия газовой безопасности, которую, в свою очередь, обеспечит надежность самого оборудования. Рабочий клапан или нерабочий клапан. Мы его установили. При утечке газа клапан срабатывает, он отщелкивается. Все. Здесь происходит закрытие подачи газа. В квартире Горячевых проводится капитальный ремонт. Завозится новая бытовая техника. Обустраиваем по-новому жилище. Решили предусмотреть новую кухню. Предусмотреть установку варочной газовой панели, потому что сейчас это довольно-таки модно и удобно. Газовая служба очень посоветовала установку для безопасности. С этим мы согласились. Впрочем, для установки газоанализатора на кухне не обязательно ждать ремонта. Оборудование компактно и легко монтируется. Она неслаждая, они занимают много времени. А может быть, у кого-то будет искушение самостоятельно это все установить? Самостоятельно. Но я думаю, вряд ли. Здесь только работают специалисты, которые знают, на каком расстоянии от газового стояка и какие провода должны быть подключены к данному прибору. Техническое обслуживание газоанализатора проводится в рамках ежегодного осмотра всего газового оборудования. Сергей Берзин, Олег Степанов, Денис Петров, Первый, Мытищинский.